Предприятие «Чистый город», которому правительство Севастополя весь прошлый год платило за фиктивную уборку Матросского бульвара, вернуло деньги в городскую казну. Об этом сообщил общественник и блогер Алексей Процко, обращавшийся по факту оплаты несуществующих услуг в городскую прокуратуру. Он просил проверить законность получения денег предприятиям. Это было 31 января 2019 года. Через 6 дней мне пришел ответ из прокуратуры о том, что это все перенаправляется в контрольное управление при правительстве. А после этого мне написали, что происходят проверочные работы. И вот теперь пришел окончательный последний ответ, из которого стало известно, что фирма «Монополист» по уборке мусора вернула 6 февраля, то есть через буквально неделю после моей подачи первого заявления, вернула бюджет почти миллион рублей. И никаких извинений, никаких заявлений, никаких уголовных дел. Для себя я лично делаю вывод, что оказывается, можно спокойно воровать. А если прихватили, просто возвращаешь деньги и продолжаешь занимать пост депутата ЗАГС Собрания и работать. И как бы ничего не произошло. Напомним, журналисты телеканала НТС в начале января этого года обнаружили на сайте госзакупок интересные документы. Оказывается, пока территория бульвара была перекрыта в рамках реконструкции, компания, аффилированная с главой комитета по городскому хозяйству законодательного собрания Севастополя Ильей Журавлевым, подметала аллеи бульвара, убирала мусор, очищала от снега и посыпала дорожки песком, сгребала опавшие листья и ветки, выкашивала газоны. В свою очередь, заказчик управления по эксплуатации объектов городского хозяйства принимал и оплачивал эти работы. Это подтверждают опубликованные акты сдачи приемки оказания услуг. С 1 февраля по 31 декабря прошлого года правительство Севастополя платило обществу с ограниченной ответственностью «Чистый город» за уборку Матросского бульвара почти по 100 тысяч рублей в месяц за фиктивные работы.